На проект заходят успешные люди, которые что-то сделали, но при этом они столкнулись с какой-то проблемой, и дальше им надо эту проблему решить. Инструмент настолько уникален, с одной стороны, уникален с точки зрения подачи контента, а с другой стороны, он универсален с точки зрения применения. Здравствуйте, друзья! С вами проект Бизнес Бустер. Сегодня у нас очередное видео, очередной кейс внедрения инструментов системного управления в малый и средний бизнес. Сегодня у нас такой настоящий тяжеловесный средний бизнес. Мы в гостях в офисе у Виктора Аргунова, владельца и генерального директора компании Белфан. Здравствуйте, Виктор! Здравствуйте, Валентин! Расскажите о своей компании, чем вы занимаетесь, какой у вас масштаб, сколько сотрудников, вот как это сейчас? На текущий момент в компании штатное расписание 300 человек, занимаемся мы дизайном, производством и оптовой розничной продажей мебели, мебели из массива. Можно сказать, мы вертикально интегрированная компания, мы сами придумываем, как мебель должна выглядеть, мы сами ее производим, сами привозим собственный логистический распределительный центр, собственная розничная сеть, собственные сервисные службы. В конечном итоге мы опрашиваем наших клиентов, что для них важно, и опять придумываем, вносим изменения, какая мебель должна выглядеть, и по следующему циклу. То есть вы придумываете мебель, ее производите, уже поставляете? И сами ее продаем, да. И у вас есть свои магазины? Да, на сегодняшний момент наша сеть составляет 40 магазинов в 4 федеральных округах, Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск. Есть планы до 2020 года в каждом городе полумиллионники иметь наше торговое представительство. Где у вас находится производство? Значит, само производство находится в Беларуси, то есть это близость к сырью, именно традиции, династии сотрудников краснодеревщиков в Беларуси. Они умеют работать с массивом, мы используем это, это наша сильная сторона, этот потенциал работников. У меня вообще папа Беларус, поэтому очень приятно. Приятно было, когда мы познакомились на программе у Александра Высоцкого на Арксхеме, мне было приятно видеть такую сильную компанию с корнями белорусскими. Здорово. Ну да, белорусы могут. Точно. А вот раз уж мы вспомнили про программу Высоцкого, когда вы прошли программу? Мы зашли на проект в 2014 году. В начале? Да, в начале 2014 года. И сколько заняло внедрение около года? Значит, внедрение заняло чуть больше года, такая довольно массивная. То есть в начале мы входили, может быть даже не ожидали всего масштаба этой программы, входили как бы так налегке. Казалось, что будет как легкая прогулка? Да, казалось, что это будет легкая прогулка. За наши деньги нас будут развлекать. А оказалось не так. Оказалось не так. Но я думаю, мы об этом еще поговорим поближе к концу этого интервью. А вот с каким запросом, почему Вы решили пойти проходить программу? Вообще, откуда такая мысль возникла? Можете описать состояние компании на то время? Ну, тут можно описать и состояние компании, и свое личное состояние. Да, безусловно. По большей части компании в тот момент, мы в принципе занимались тем же самым, и компания застыла в каком-то этапе развития. Было 20 магазинов, и любая мысль даже об открытии следующего магазина, она как-то не радовала. То есть любое расширение или масштабирование оказалось, ну что-то из области, зачем это мне нужно. Ну еще один геморрой получается, да? Уже 20, с этим надо справляться. Ну, скажем так, когда что-то не вдохновляет, то есть ты туда не смотришь. Соответственно, то есть надо было сделать таким образом, чтобы, для начала это, чтобы захотелось, чтобы захотелось, должно быть какая-то идея, что это должно стать, это реально, это может стать реальностью, вот, и уже в дальнейшем это реализовывать. Как я оценил, то есть я, можно так сказать, продукт 90-х годов, вот, я занимался бизнесом разного рода, мы занимались и стройматериалами и запчастями. Во всех областях, в которых я занимался, я был успешен, ну это был такой микробизнес, какие-то за все это время набрали каких-то микрокейсов, да, которые, успешные действия, да, то есть я как бы их собирал. Не могу сказать, хотя я и заканчивал экономический университет, это было потрясающее время, начало 90-х годов. Старая школа поменялась, новая еще не внедрилась, старые преподаватели читали по новым учебникам, вместе с нами разбираясь в них. Ну, была большая каша, поэтому с института, с университета мало что я вынес, все практическими образом, вот этими кейсами в 90-х годах, начиная заниматься бизнесом, еще и даже в самом университете занимаясь бизнесом. Ну вот. А в каком году вы заканчивали? В 96-м. И вот таким вот образом вот эти все успешные действия, они были как-то накоплены, одно друг на друга наложено. В одном из таких как бы проектов, то есть мы занялись сначала там продажей фанеры, потом занялись попутно мебелью, а вот потом мебель стала основным бизнесом. В бою добывали как бы свою винтовку, да, изучали где-то там, где-то там, где-то часть курсов получали, потом другую часть курсов. В конечном итоге был какой-то такой базовый внутренний запрос, слушай, как-то это надо все систематизировать, то есть обратно идти в университет, ну, мне казалось, это не лучшая идея, получать какое-то еще академическое образование, да, то есть вот нужно было что-то такого практического плана, что где можно, с одной стороны давались какие-то данные, второе, безусловно, какая-то была помощь во внедрении, и третье, та среда, в которой ты находишься, чтобы она была, ну, как бы, там, дружественная. То есть ты должен общаться, будто те же консультанты, которые тебя понимают, ну, либо ты сталкиваешься с теми людьми, которые вместе с тобой обучаются, есть возможность там обмена опытом. То есть правильно я понял, что у вас был такое состояние малой мотивации, некий хаос, хотелось систематизировать свои знания, свои умения в том, как вести бизнес, и, может быть, хотелось выйти на некий новый уровень. А вот что еще, окей, 20 магазинов было, сколько у вас было сотрудников тогда? В тот момент было где-то 170, по-моему, сотрудников, так. То есть интересно, что у вас в два раза больше магазинов и тоже тем же количеством сотрудников практически. Ну, чуть меньше. Даже еще чуть меньше, то есть вы повысили такую фактически свою эффективность в два раза с точки зрения количества сотрудников на магазин, это интересно. А какие еще были, вот что у вас на то время, какие были конкретно проблемы, с которыми вы сталкивались в бизнесе? Ну, во-первых, у нас в бизнесе, у нас два совладельца, то есть я и моя жена. Такое неочевидное распределение ролей, но оно тоже каким-то образом, я не могу, что там сказать, сдерживало, да, ну, по крайней мере, вносило какую-то сумятицу, кто чем занимается. Ну, что еще, начало 2014 года, это, ну, это, можно сказать, начало вот падения, то есть рынков, то есть падение покупательского спроса, ну, было сопряжено с большим количеством внешних вызовов, с которыми надо было справляться. То есть были внутренние некоторые проблемы, была проблема, как бы, кризис роста, еще и внешняя ситуация, все это подтолкнуло к тому, что нужно... Да, то есть вопрос о том, что какой-то потенциал был, то, что мы делали, мы понимали, что мы делаем правильно, да, вот как это донести, как это, вот, правильно так сорганизоваться для того, чтобы выйти, да, дальше, вот как правильно сформулировать то, чего мы хотим, и, соответственно, вокруг этого того, чего мы хотим, как бы мобилизовать всех. Ну, это, я называю это инструменты, вот, в частности, один из первых инструментов, в которых мы проходили, это цель компании. Вот эти несколько лаконичных фраз, мы их, как бы, гравировали, да, то есть отбрасывали все лишнее, ну, и вот в результате... Ценный конечный продукт, миссия, замысел. Да, вот это получилось. Вокруг этого, как бы, удалось консолидироваться. Это был первый такой, первая наша победа, которую мы получили на этом проекте и двинулись дальше. Первое, что вы внедрили, получили сразу такой кайф усиления компании, это фактически формулировка такой стратегии, самой базовой, самой основной. Да, я бы сказал это так. А вот, например, такой инструмент, как оргсхема, один, наверное, из основных инструментов вообще админтехнологий. Насколько гладко проходило внедрение, был ли какой-то саботаж, проблемы со стороны сотрудников? С большим удовольствием вспоминаю весь этот тот период. Получается так, что у нас 4 дня сессии, да, на которые нам все рассказывают, то есть нам все это описывают, да, то есть нам это, проясняя каждое слово, то есть, ну, погружают нас в этот инструмент. И потом мы приходим к себе в компанию, и так, 5 минут, я вам сейчас расскажу, что я там это узнал, все, погнали, да. Соответственно, ну, мы определили, что какие-то вещи мы от себя, то есть, не недопроясняли. Нас консультант на это возвращал, и по мере того, как придерживались программы, все это проходило более гладко. Безусловно, очень много как-то открытий сделали, и вот первое, то, что я сказал, нашли свои функции, то есть, на этой организующей схеме, и вот вокруг этого появилось больше согласия. Часть сотрудников тоже для них было открытие, чем они занимаются, так, и... На самом деле. Сначала мы сформулировали, чем они занимаются, потом мы их наносили, но это такое было довольно, я сейчас вспоминаю, ну, приятное, ну, такие приятные осознания, да, то есть, разнесение. Каждый хотел себя где-то это увидеть, но был такой трепет, да, то есть, вот, где теперь я, это как на жижебьевке чемпионат-тюнира, да, то есть, раз, и где-то оказывается. Классно, классно. Вообще, почему появилась идея, там, обратиться к Высоцкому, почему именно Хаббард Менеджмент Систем, и почему Высоцкий? В моменте, когда я вот изучал, каким образом мне найти то решение, то есть, я понимал, что это решение должно быть комплексное, это прежде всего. Второе, большое количество столько данных, да, то есть, а есть, возможно, какая-то где-то там недосказанность, так, и вот это, когда ты начинаешь внедрять, эта недосказанность начинает, то есть, тормозить. Ты быстро теряешь к этому интерес, ты пытаешься компенсировать какими-то, там, ненужными какими-то действиями, потом теряешь к этому интерес, и это как бы расстраивается. Для меня это важно было, некая комплексность, мне моя задача была причесать все мои, как бы, действия, которые были. Потому что компания была успешная, она и сейчас есть успешная. Крайне важно было не потерять вот эти успешности, их, как бы, вкладывать. Не менять там какую-то основу, то есть, вот, делай так, потому что тогда будет это так. А именно свои успешные действия вставить и как бы их причесать, чтобы их можно было администрировать, масштабировать, управлять. То есть я правильно понимаю, что до этого проходили разные тренинги, обучение, читали какие-то книги, при этом уже понятно, что много чего работало, но вот хотелось именно все это упорядочить и увидеть полную структуру. Абсолютно верно, потому что и вещи, которые я изучал, они тоже были правильными, но в какой-то момент их надо было между собой стыковать. И почему вы решили, что вот эта программа, она позволит стыковать? Ну, просто первая, она комплексная. Это раз, второе, это внедрение. Ну и третье, такой как бы формат комфортных групп, такого общения между участниками. То есть я подумал, есть какая-то фишка на проект, заходят успешные люди, которые что-то сделали, но при этом они столкнулись с какой-то проблемой, и вот дальше им надо эту проблему решить. Для себя я четко определил, что если у кого-то нет бизнеса, или он хочет начать бизнес, ну, наверное, он там ответы не найдет, потому что ему надо иметь какой-то практический опыт. Да. Они достаточно успешными, вот очень логично вот этот проект как бы входит. То есть для вас важна была комплексность, целостность программы, проработанность, и то, что хороший нетворкинг, как сейчас называют, то, что вы проходите с такими же владельцами бизнеса, и можете у них поучиться. Виктор, давайте поговорим о таком интересном вопросе, который часто бывает больным местом во многих компаниях, это финансовое планирование, финансовая система. Вы же наверняка, как и большинство владельцев, до программы платили себе в конце, из прибыли, то, что останется, как говорится, может быть, даже сталкивались с кассовыми разрывами. Как у вас это было вообще? Ну, платил ли я себе в конце? Я могу сказать, я себе вообще не платил, да, то есть свои личные нужды и нужды своей семьи, они были не столь значительные, да, что как бы можно было. По ходу чуть-чуть выдергивал, да, получалось так, что как бы все, ну, как бы реинвестировалось обратно. Так, система финпланирования, ну, для начала она просто заставила посмотреть на эти вещи. Ну, безусловно, то есть каждый инструмент, который мы применяли, или к нам сначала предоставился, мы его, ну, по крайней мере, я, я его критично так, то есть рассматривал, да, то есть я рассматривал, ага. У меня же были какие-то успешные действия относительно этого инструмента. Задача, что часть моих успешных действий, они как бы довольно комфортно вот туда ложили. Часть таких моих успешных действий я как бы туда сделегировал и зашил. Другое дело, что раньше эти успешные действия применял я относительно себя, а теперь как бы их можно было придать им форму и относительно движения финансов консолидировать там своих топ-менеджеров. Вы говорите сейчас о рекомендательном совете, о бюджетировании. Да, мы говорим прежде всего как бы о рекомендательном совете, да, и вот о распределении финансов, которое происходит еженедельно. У нас сегодня среда, сегодня вот через 6 часов соберутся члены рексовета, да, и потом будет эта финансовая планета. Это тоже такая как бы игра, ну вот раньше у нас был как бы конец месяца, да, то есть когда все напрягались, то есть закрывали месяц, да, вот сейчас появился так, что мы закрываем каждую неделю. Каждую неделю. И в конце недели там все напрягаются. А насколько вы как владелец испытали вот кайф, то, что многие финансовые решения вы теперь делегировали на своих сотрудников? Ну, для начала, да, как бы мне пришлось показать все, что как бы происходит в компании, да, то есть была такая тревога. Потом, когда мы настроили, мы увидели, ну, все потоки, которые имеют место быть. Относительно них мы получили, я получил согласие. То есть сотрудники понимали, что откуда деньги приходят, сколько они дают маржу, на что они распределяются. Вокруг этого уже проще стало одобривать какого-то рода программы, действия, мероприятия, которые необходимо финансировать или не финансировать. Стали предъявлять друг другу только взаимно контроль. Сотрудники. Да, да, сотрудники. Между отделениями. Требовать так, если кто-то получает деньги и обосновывает, что это необходимость, да, то есть... То покажи результат. Такие как бы озарения, они тоже происходят. А вот насколько роль консультанта вообще на программе, насколько он помогал, в частности, вот во внедрении финсистемы? На начальном этапе я недооценивал роли консультанта. Где-то к третьей сессии только я понял, да, кто такой консультант и его важность, да. До этого этого роста был обслуживающий персонал, который был рядом с нами, да, чтобы нам было все хорошо, чтобы нам было не скучно. И в какой-то момент это начало перестраиваться, то есть мы начали что-то не понимать, да, то есть мы пытались как-то что-то перескочить. Мы говорили нам все понятно, то есть не стоит, давайте быстрее, это мы уже знаем. Вот нас возвращали обратно, а это все-таки владельцы бизнеса и успешных бизнесов, у которых, да, сейчас есть какая-то сложность, да, но мы все владельцы бизнеса. И кто-то нам говорит и заставляет, да, делать какие-то вещи, которые нам неприятны. Это, наверное, ключевой момент, это ключевая, наверное, компетенция, которая должна быть у консультанта. Это вот так вот правильно развернуть, и чем раньше он это сделает, консультант, тем лучше для владельцев, которые проходят по этому проекту. Тут реально понимаешь, то есть если консультант пойдет на поводу в начале, да, то есть это будет плохо для самого потом владельца. Такой инструмент, как статистики, пользовались ли вы чем-то подобным до программы? Какой результат, какой кайф вы испытали или не испытали от этого инструмента? Насколько вообще он повлиял на вашу компанию? Да, после того, как сделана организующая схема, то есть прояснен продукт, следующий вопрос, нанесен на схему этот продукт вместе с сотрудниками, да, следующий вопрос встает, сколько этого продукта производить? Ну, это следующий, как бы такой был элемент игры. Какие-то графики, наверное, мы составляли до этого, да. Ну, наверное, графики, знаете, как графики погоды, да, то есть погода это что? Это не продукт, да? Ну да, просто что-то нарисовали, посмотрели, пошли дальше. Это наблюдение, это чей-то продукт природы, да, допустим. А какой наш продукт, то есть вот этот наносить, именно такого инструмента у нас не было. Статистика — это инструмент согласия. Тоже мы совершали, где-то торопились, мы назначали статистики, то есть не получая согласия, то есть не проясняя. Какие-то статистики появлялись, они не выполняли свои роли. Важно, чтобы сам сотрудник имел причинность относительно своего продукта, а статистика — это всего лишь навсего отражение того, сколько он это производит. И в зависимости от трендов, это в этом улучшение или ухудшение, он уже сам должен способен, ну или его руководитель, корректировать его деятельность. Здесь должно быть полное согласие относительно вот этого инструмента. Ну и в итоге у вас пришлось, вы пришли к согласию? Мы пришли, я могу даже более сказать, мы до сих пор приходим к определенного рода таким, вычищаем эти вопросы. Но сам, если ты не производишь или производишь мало, то есть первое, что хочется, это как бы дискредитировать статистику, что она неправильная, неверная, неверно настроенная. Приходится вот эти вещи как бы между собой определять. По крайней мере, это инструмент, это все лишь навсего индикатор, и его мега важно правильно настраивать. И от этого во многом зависит, как последующие там даже инструменты управления работают. Финансовое планирование, то есть формула состояния, все это в дальнейшем основывается на того, насколько правильно вот этот инструмент внедрен, поскольку самое важное, насколько вокруг него есть согласие, к какому сотруднику назначена эта статистика и отражает результаты его деятельности. А вот что касается делегирования, изменилось ли что-то? Ну, у вас, как у успешного владельца, 20 магазинов было до входа на программу, понятно, что был успешный опыт делегирования, вы бы не справились 170 сотрудников нанять. Изменилось ли что-то, вот ваш подход к делегированию после программы, что вы для себя почерпнули? Ну, я бы не сказал, что опыт делегирования был успешен, были какие-то кейсы, да, связанные, но все равно свое участие, свое одобрение и многие такие ключевые моменты приходилось как бы замыкать на себя. Вот с делегированием, да, то есть момент, ну, если ты уже с кого-то требуешь какого-то результата, ты приходишь к согласию, что чей-то результат, да, у него должны быть какие-то полномочия, у него должна быть определенная свобода для действия, ну, и это тоже такой, можно сказать, вынужденный, потому что я говорю по словам вынужденный, ну, иначе как бы это не будет работать. Если ты с кого-то спрашиваешь результат, но не даешь ему полномочия и свободы, то фактически убираешь всю ответственность опять у него. Делегирование. Должностные папки. Когда завершили проект, у нас были определенные должностные папки, сейчас мы их как бы докручиваем, основа все равно одна и та же, то есть сотрудник в самой, в своей должностной папке должен увидеть и свой продукт, и свои основные обязанности, многие такие аспекты, которые помогают ему в дальнейшем, скорее всего, быстрее войти в должность. И мы так наблюдаем, что фактически через определенное время, ну, вот эти должностные папки, они, ну, уже перестают быть нужны, но после того, как сотрудник уже вошел в дело. Поэтому вот это в начале, как бы, это было очень-очень важно. Или, как вот мы сейчас все внедряем управляющую компанию, ну, вот в этот момент тоже крайне важно, когда в компании происходит какая-то реорганизация, то вот роль правильно, вот эти распределить полномочия, есть определенная инертность, я занимаюсь, занимался этим, я буду этим заниматься, но у него уже другой пост, исходя из другого поста ему надо заниматься чем-то другим или там требовать немножко по-другому от других людей. Вот уже результат его немножко шире. Я имею в виду, касается тех людей, которые, допустим, в управляющей компании, а которые в филиалах, у них уже другие обязанности. Ну, то есть, правильно делегирование вносит ясность, четкость, вам гораздо легче менять человека с поста на пост переводить, что раньше он этим занимался, теперь этим, он четко понимает, какие у него раньше были продукты, какие теперь продукты, он четко понимает, какие у него ресурсы есть. Нам так это прояснили, говорят, слушайте, идея у вас в голове, да, это не является продуктом, да, то есть продукт должен быть, как бы вы свою идею должны посредством чего-то донести. Ты понимаешь, что вот посредством чего-то, то есть, какую-то идею, свою точку зрения, если ты ее не положил на бумагу, да, то есть она и останется, так как бы, этой вот идеей. О том, вот, чтобы появилась, ну, некая организованность, и, то есть, эту идею, то есть мы должны нанести, ее описать, ее правильно структурировать, ее правильно донести, и этой идеей правильно обучить, то в этом случае, то есть, как следствие, мы видим, что мы хотим от сотрудников, то, чтобы, за что он отвечал, вокруг чего должен концентрироваться, чтобы он быстрее свою систему целевую захватил, да, и у него быстрее он понял, после того, как он понял, получил согласие, потренировался, и после этого уже мог, как бы, войти. То есть, такой вот один технический момент, который, в том числе, и мы приобрели на этом проекте. А вообще, вот интересно про ваше вовлечение. Насколько вы были вовлечены в оперативку до программы, и насколько сейчас изменился ли этот параметр? Я не могу сказать, что я ушел из оперативки, ну, по крайней мере, та вовлеченность в те вопросы, которые, да, это абсолютно другие вопросы, то есть стали, да, То есть, оперативка осталась, но она стала другого уровня совершенно. Да, она стала другого уровня. Повторюсь, то есть, внедрение, как бы, управляющей компании, то есть, нам, ну, как бы, вот эта реорганизация, которая связана с ней, она, ну, требует, чтобы вот эта перенастройка была совершена верно, правильно, ничего не было утрачено. Вот сейчас этот процесс идет с... Да, да, он уже на завершающей стадии, мы его сейчас описываем, и важно, чтобы то, что мы, как бы, сделали, это не мешало, а, наоборот, как бы, способствовало. Поэтому я крайне внимательно и чутко сейчас слежу за всеми процессами, которые проходят, ну, вот, чтобы вот то, ради чего мы это затеивали, было реализовано. Это очень интересно. Вот недавно была конференция, там, бизнес-бустер 10x, как вырастив 10 раз, там выступал Михаил Кучмент, наверняка вы его знаете, в вашей нише очень сильный игрок, компания Хофф, и вот тоже интересно, что Михаил до сих пор является фактически управляющим партнером, то есть, он генеральным директором, то есть, действующим человеком в этом бизнесе. То есть, интересно, когда профессиональные владельцы, я заметил, что они не всегда выходят полностью из оперативки, даже когда у них появляются очень мощные инструменты управления, потому что перед ними стоят очень масштабные задачи реорганизации, трансформации бизнеса, завоевывания новых рынков, и им просто интересно играть в эту игру более активно. Ну, все должно быть гармонично, и вопрос, как бы, исполнительного директора, это не технический вопрос, да, вот, как бы, мы должны это выйти. То есть, я реально должен прочувствовать, что кто-то готов, да, я должен реально его подготовить, и вопрос, оккупировал ли этот пост, я, да, то есть, приватизировал, захватил и не отдаю, и нет, у меня этой идеи нет. У меня вопрос, как бы, вот, этого гармоничного поднятия, да, и вот, по командным линиям, по организующей схеме, вот, это, наверное, единственная такая вот, это моя задача на 18-й год. То есть, все-таки поставить? Да. Поставить. Предпосылки для того, чтобы сотрудники, которые шли, вот, осознанно уже, как бы, была программа того, чтобы он будет становиться, как бы, исполнительным директором. Вот мне это надо, ведь я должен увидеть, увидеть, продать эту идею, благодаря организующей схеме это становится очень очевидно, понятно, да, и, между тем, это решение, оно должно именно усилить компанию. То есть, вопрос в том, что мое благополучие, в связи с тем, что мне не хочется там заниматься, поэтому надо найти человека, который бы там решал эти вопросы, такая задача не стоит. Задача стоит усилить. Усилить. Абсолютно. Потому что, когда вы еще и разделитесь себя, как владелец, и как поставить именно эффективного, профессионального, исполнительного, со всей этой системой, с управляющей компанией, вы должны еще сильнее взлететь. Ну что, может быть, дадим напутствие тем владельцам, которые сейчас заходят на программу или еще думают о том, чтобы зайти на программу, вот, и какие-то у них есть сомнения, может быть, вы им какое-то напутствие, что-то посоветуете, как справиться с этими сомнениями, стоит ли идти на программу? Да, вопрос интересный. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что на проект заходят там успешные люди. То есть, если с чем-то человек не справился, это не значит, что он не успешен, это значит, просто надо получить какие-то данные, эти данные должны быть системные, должны быть люди, которые их предоставляют, должны разбираться в этом хорошо, у них должны быть успешные практики в этом. Могу сказать, что да, будет сложно, но это того стоит. Можно попытаться, конечно, самим это делать, но это будет... Если по кругу посмотреть количество времени затрачено и стоимость ошибок, которые можно это совершать, на круг это может оказаться на порядок дороже, поэтому лучше работать с профессионалами, которые в этом разбираются, ну и успеху вашего бизнеса, процветания. И самое важное, чтобы те планы о развитии, которые у вас наверняка есть, чтобы они вас не вторгали в уныние. Как это сделать? И вот данный проект может помочь вам это реализовать. Спасибо, Виктор, огромное, за то, что уделили время. Виктор завтра уже улетает на регату, и просто вот, ну вы представляете, какое это время, последний день перед отпуском, все-таки несмотря на все внедренные инструменты управления, это ответственный период. И большое спасибо, что выделили время. Такое замечательное интервью. Успехов вам, вашему проекту. Большой привет Александру Усоцкому. Да, обязательно передам. Сегодня расскажу о нашем успешном интервью. Ребят, с вами проект «Бизнес Бустер». Внедряйте технологии системного управления, выходите из операционки или, по крайней мере, повышайте ваше качество вовлечения в ту операционку, оперативку, которая есть в компании. Когда видишь таких владельцев, как Виктор, это по-настоящему мотивирует, потому что, ну, все-таки внедрение инструментов управления – это непростой труд. Это дополнительное время, которое вам нужно найти, а вы уже и так в операционке, у вас так этого времени мало. Но вот решиться на то, чтобы когда-то все-таки начать вкладывать свое время в то, чтобы отстраивать компанию, а не крутиться, как белка в колесе, нужно к этому когда-то прийти. И я надеюсь, что вы придете к этому решению и начнете внедрять эффективные инструменты управления в свой малый или средний бизнес. А мы с удовольствием этому поможем. С вами проект «Бизнес Бустер». В описании посмотрите, специально для вас мы подготовили вкусные бонусы, которые вы можете скачать и получить пользу. Внедрив некоторые инструменты уже сейчас. Ну, а если захотите внедрить полностью, приходите на программу, мы вам поможем. До встречи. Удачи. Пока.